Привет всем, здравствуйте! Сегодня у нас долгожданный живой эфир с Катей Мирошниченко. Я давно не проводила, чтобы в моменте прям рисовать, потому что я тут ставила эксперименты, я делала и с сопровождением, и без, и все равно живые эфиры лучше всего заходят. Сегодня буду работать с коллекцией Hunt Club, Саша, я ее еще не принесла? Я ее не принесла. И с бархатным песком. Причем для бархатного песка я буду сейчас применять джем теклер, сейчас объясню почему. Добавлю сейчас новые декорации. Всем привет, всем здравствуйте, мои любимые женщины! Я реально выпала из инстаграм в сентябре. В октябре я вернулась. Ну, так бывает, когда очень много работы, ну, реально не могла даже вообще ничего делать, только работали. Так, показываю коллекцию. Я думаю, возможно, у многих уже эта коллекция есть, потому что все-таки уже начало октября, даже середина октября. Hunt Club. Тема у нас сегодня бархатный дизайн с коллекцией Hunt Club. Если мы говорим о бархатном, то, конечно, сразу же речь идет о каких-то светлых оттенках. Слушай, здесь нет одного цвета, знаешь, какого? Вот этого 430-го. Он там стоит на полочке. Поэтому нужны светлые пастельные оттенки, эмалевые. Лучше всего бархатный песок будет читаться именно на оттенках пастели. Но, к сожалению, например, в чистом виде гель-лак не всегда подходит для вот этого эффекта, для работы с бархатным песком. И я сейчас покажу, как мы это будем замещать. Потому что сейчас с красками гелевыми практически не работаем, да, и в продаже красок гелевых там практически как таковых не осталось ничего. Вот. Сейчас если и будем выпускать коллекции красок, то это только декоративные, с декорациями, с блесточками, с пигментами и так далее. Вот. Поэтому у нас как альтернатива, чтобы работать с бархатным песком, у нас будет идти в замес гель-лак и джем-тиклер. В принципе, можно джем-тиклер заменить на какой-нибудь скульптурный прозрачный гель, только очень густой. Но мне будет привычнее использовать джем-тиклер. У кого есть жидкий камень гель, он тоже подойдет. Кстати, найдите мне чубик жидкого камня геля. Тоже, кстати. У кого жидкий камень гель завалялся, тоже он будет прекрасно подходить для бархатного песка. А ногти, ну у меня, видите, ногти-то уже так, я уже поплавала на Мальдивах, собрала все кораллы, какие только можно. У меня здесь даже аж подушечки стерты, просто. Представьте, у меня здесь, по-моему, мозоли я натерла, потому что было очень сильное течение в этот раз, когда я была на Мальдивах. И пришлось, короче, цепляться за кораллы постоянно, что я вот эту руку полностью всю содрала. Наподобие красок конфетти будут. Так, вот смотрите, что можно использовать для бархатного песка на гель-лак. Потому что в чистом виде, если мы возьмем гель-лак, он не подходит. Он слишком жидкий, как вода, и этот эффект долго не продержится, эта бархатистость. Поэтому нам нужно этот гель-лак с чем-то смешать. Вот, и я вам рекомендую смешать либо со скульптурным прозрачным гелем, только он должен быть очень густой. Вот, если возьмем наши продукты, я вам предлагаю взять жидкие камни-гель. Возможно, у кого-то в закромах он лежит. GMT-клер прозрачный тоже, в принципе, подойдет. Ну, я сегодня буду, наверное, GMT-клер работать. Так, ну, поехали. Ногти. Ногти очень красивые. Если посмотрите, девочки, какой я фурор произвела. Сейчас дайте я вам отдельно про ногти свои расскажу. Я ездила, получается, на Мальдивы. Это был женский тур. Я ездила с 11 девушками, я была 12-я. И когда они увидели мои ногти, у людей просто был шок. Кто-то просто не сдерживался, подбегал, хватал меня за руки и говорил, дай посмотреть твой маникюр. Ну, очень удачный в этот раз маникюр. Плюс у нас был дресс-код. Я везла чемодан белых вещей и чуть-чуть черных. Короче, был только белый и черный. У меня в гардеробе больше никаких вещей не было. Я на Мальдивах была 7 дней. Вот я 7 дней одевалась в белое-черное, белое-черное. И маникюр с новыми гель-лаками из новой коллекции. Получается шиммерный такой графит. И серый. Блин, очень удачно. Ну, и тот, и тот тоже шиммерный. Один просто более перламутровый, второй более шиммерный. В общем, люди, а работники отеля, так там вообще просто. И один ноготь, короче, я уже говорила, течение очень сильно было. Я плавала в неположенных местах. И меня постоянно сносило течением. И я постоянно руками, там, знаете, в последний момент цепляешься, закарал, чтобы тебя там в океан не унесло. Я, короче, поломала себе вот на этой руке. Ну, как поломала, у меня ноготь поднялся. Они всем отелем искали мне суперклей по всему отелю, и они мне его нашли. Прикиньте. Я думала, ну все, я сейчас намучаюсь до конца отпуска. Я не взяла клей. Думаю, Катя, ты всегда всем клиентам с вами говорила, берите. Самое главное, что клиент берет в отпуск. Вы ему продаете клей для ногтей. И продаете там пилочку. Что там еще? Шелк для ногтей. Можно файберглаз. Короче, вот это то, с чем клиент должен ехать в отпуск. Я сделала себе свежие длиннющие ногти. Я же знала, что, ну как, обязательно что-то произойдет с такой длиной. Ну, по-любому. И я в этот раз вообще ничего не взяла. Благо, люди мне нашли суперклей. Он до сих пор, кстати, стоит на суперклее. Даже не видно. Ногти очень удачные. Прям-прям очень удачные. Так, ну это такое было маленькое отступление. Сейчас я еще раз коллекцию покажу вам поближе. Восхитительную просто. Мне очень нравится, какую мы сделали коллекцию. Правда. Некоторые цвета замешивали по 35 раз. Мы их переделывали. Меняли колировку очень много раз. Ну, итоговая колировка, я считаю, что просто идеально. Идеально. Я, кстати, почему пропала на весь сентябрь? Мы занимались летом. Вот. Я в основном жила, можно сказать, на производстве. И мы очень много на колировали для лета. Тоже думаю, что будут очень удачные оттенки. Прямо те, что нужны. Так, ну, поехали. Вот так. Как я и говорила, мы будем работать со светлыми оттенками. Поэтому берем из этой коллекции только светлые цвета. Давайте возьмем розовый. Он здесь очень красивый, как сам по себе. Потому что там очень красивые благородные блестки. Так, что я придумала делать? Давайте сейчас такой простой, самый базовый вариант. Это то, что мне нравится с шармикончиками. Где тут наши шармикончики, отверстия разные. Здесь, знаешь, чего нет? Шармиконов отверстий, где цепочки и просто. Мне нужны цепочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так, самый простой базовый вариант. Сейчас мы сделаем. Короче, знаете, я в моменте сейчас экспериментирую. Хочется, знаешь, одновременно много всего сделать. Так, здесь, значит, делаем просто однотонное покрытие. Единственное, блин, разница не видна между дыркой внутри, что я там пуста оставила. Ну ладно. Так, сушим. Так, теперь берем... гель-лак и смешиваем. Например, если вот на весь ноготь наносить, то, в принципе, гель-лак можно было бы смешать не с джем-тиклер, да, а смешать... А дай мне, знаешь, что, монофаз. Принесешь мне монофаз? Сейчас мы с монофазом. Короче, нужно с чем-то смешать. Да, это будет более прозрачная текстура, но на это будет, во-первых, хорошо наноситься песок. Так, просушили. Здесь финиш мы будем использовать, потому что у нас шермикон. Если бы я наносила на весь ноготь, то финиш мы бы вообще не использовали. Поэтому, в принципе, можно, знаете, как сделать? Только в центре нанести. Вот здесь, где сам шермикончик. Все, и здесь только финиш. На весь остальной ноготь даже не надо наносить. Так как я хочу сейчас сделать бархатный песок, на весь ноготь я очень часто, как я говорила, единственное, я вам говорила про густой, но это если вот рисунок. А если на весь ноготь, то вот монофаз подойдет. Не-не. Смотри. Так, сейчас я побольше гель-лака положу. Так, с монофазом. Короче, с чем-нибудь смешать. Но это если на весь ноготь. Если мы хотим, чтобы вот этот эффект песка... Потому что сам песок, понятно, что он не крепится к поверхности вообще. Он оставляет только следы. Вот поэтому жидкий гель-лак не подходит. Потому что если вы берете жидкий гель-лак, там не на чем создавать эту поверхность. И прямо отвыкла от эфиров. Все нанесли. Еще очень часто я бывает, если мне нужно на весь ноготь сделать эффект бархатный, я могу, например, просто на прозрачный гель нанести. Тоже, в принципе, интересный эффект получается. Но мне не очень нравится. Вот. Ну, тоже прикольно получается. Берете картоночку. Тут у меня картоночка. Все. И засыпаем. Прям много раз сыпите. Все сушите. И потом ваша задача убрать все остатки обратно. Так, второй вариант сейчас сделаем. Так, второй вариант у нас будет... То, что я вот люблю сейчас с цепочками и с отверстиями делать, тоже прикольно. И еще я хотела вам показать бархатный песок, если мы будем делать на цветы, на какие-то цветные слайдеры. Тоже будет красивый эффект. Давайте вот этот возьмем слайдер. Так, здесь сделаем... Не имеет значения, какой, в принципе, цвет покрытия. Так как песок бархатный, мы сейчас будем делать просто на джемте клер. Так, сушим. Знаешь, что-нибудь нужна? Щетка от пыли. Так, какой бы вариант сделать? Где мы в этот раз восемь сделали цветы, перемешали их с абстракцией, цветы перемешали с осенними листьями. Все равно есть клиенты, которые флористику, как я, видите, могу носить в контексте осени. Тоже прикольно смотрится. Так. Это тыклос, что ли, не досушила до этого. Ладно. Все равно хорошо видно. Видите, поверхность получается такая шершавая, рябая. Она, кстати, сильно не цепляет колготки, вот кто переживает. Можно взять, пройтись либо шлифовщиком каким-нибудь, либо пилочкой. Буквально чуть-чуть по торцам. И этого будет достаточно. Единственное, что клиента нужно предупреждать, что такая поверхность, она будет пачкаться очень сильно, когда она будет готовить, кушать от тонального крема. Она пачкается от каких-то красителей. Особенно если парикмахеры, им лучше бархатный песок 100% не делать. Бархатный песок, он легко протирается. Это любимый момент. Я всегда беру там какой-нибудь гель-лак. Давайте сейчас возьмем. Вот, например, мы испачкали поверхность. Клиенту прямо объясняется, что можно взять любую жидкость спиртовую, можно даже духи взять любые. Это у меня... Один раз я делала бархатный песок в отпуск, у меня под рукой я тональный крем нанесла в отеле и понимала, что ногти запоганила. Я взяла обычные виски, и виски протирала себе ногти. Тоже очень удобно. Подружки тоже, как-то помню, в отеле так вот взяла и начала прям ей ногти протирать. Думаю, что у тебя за какахи такие грязные. А ей сделали бархатный песок, но не предупредили о том, что нужно периодически протирать. Это как носить велюровую одежду, бархатную одежду. На нее все цепляется. Здесь точно так же будет цепляться, поэтому периодически нужно просто протирать. Понятно? Здесь по факту бархатного песка как такового не остается. Здесь остается поверхность, которая вся как бы истыкана чешуйками бархатного песка. Но сам бархатный песок, он вываливается и оставляет после себя вот такие отпечатки, что и создает эффект бархатистости. Но это вот такой примитивный, простой вариант использования бархатного песка. Второй вариант, когда мы, например, делаем какой-нибудь элемент, слайдер. Вот я сейчас предлагаю с цветами поработать. Сейчас мы слайдер, чтобы приклеить. Блин, у меня все в бархатном песке теперь. Нанесем топ-слайдер. Так, сушим. Слушай, а принеси мне пластины новогодние. Посмотрю, что там за эти рисунки. Рисунки. Может, я там что-нибудь с бархатным песочком сделаю. Так, сушим. Берем наши цветочки. Пусть сейчас и осень, наплебать. И принеси мне стемпинг для слайдера, а то я тут уже слайдер порвала один. Или ладно. Слайдеры на белой подложке, поэтому их лучше приклеивать, конечно, при помощи штампика для стемпинга. Все, обрабатываем ультрабондом. Покрываем. Давайте покроем матовым топом. Прикольно. Матовые элементы с бархатным песком сочетаются. Когда, например, фон весь полностью матовый. Новые пластины. Новогодние, да. Так, сушим. А, все, я поняла. Ну, так, что здесь делать с бархатным песком? Так, сейчас я попробую сделать дизайн. Я его еще ни разу не делала. Но мы сейчас с вами попробуем. Если получится не очень, ну, вы так просто не делаете. Сейчас я придумала, как мы это сделаем. Мы этот закончим вариант. Так, сушим. Так, здесь то, что я вам говорила. Давайте возьмем в чистом виде джемтик леер. В чистом виде. И бархатный песок на него сделаем. И смотрите, вот, например, цветы у нас с вами, да. Можно не все элементы, а только какая-то часть. Сейчас проходите и делаете объем джемтик леер. И сейчас вот эта часть элементов, она будет, конечно, не такая яркая, потому что и матовый топ сильно съедает цвет. Плюс еще сам бархатный песок тоже съедает очень сильно цвет. Так, и то же самое делаем. Вот, объемный гель. Засыпаем бархатный песочек. Тогда флористика будет, знаете, не такая нарочитая, летняя. Будет такой немножко утепленный вариант вязаных цветов. Так, что можно еще придумать? Смотрите, давайте сейчас при помощи бархатного песка создадим просто, опять же, шершавую поверхность. Так, предупреждаю, я этого еще не делала. Это я сейчас теоретически понимаю, что должно прям получиться интересно, но, возможно, не получится. Принесешь мне эмпасту черную? Нет, у меня здесь текстурные краски есть. Так, давайте сделаем вот так. Может, и фигня будет, надо попробовать. Сейчас сделаем такие пушистые ногти в клеточку. Мы просто такой эффект делаем с текстурными красками. Мне это очень нравится. Вот кто у нас в клубе состоит, где постоянно мы записываем курсы по дизайну, потому что я сейчас курсы по дизайну уже отдельно не записываю, отдельно не продаю. В основном все делаю только для клуба, и в рамках клуба у нас продаются все новые курсы по дизайну. И там есть очень классный курс с текстурной краской «Клетка». И сейчас можно попробовать сделать аналог этого варианта только при помощи бархатного песка, не текстурной краски. Сейчас посмотрим, что получится. Так, также берем гель-лак и также смешивайте с любым прозрачным гелем. В данном случае я снова хочу нанести бархатный песок на весь ноготь, поэтому я возьму жидкий прозрачный скульптурный гель. Так. И штампик мне нужен, только который не жалко. Спросишь у Юли, что я буду гель делать, чтобы она мне хороший случайно не дала. Я всегда для стемпинга, там, где идет гель, всегда беру штампик, который не жалко. Так. Делаем на весь ноготь. Все, сделали. Также наносим бархатный песочек. Все сушим. И потом я покажу, что мы делаем дальше. Так, давайте здесь на цветочки. Цветы получаются, как мармеладки, кстати. Смешные такие. Такой мармеладный эффект. Ну, прикольный. Мне нравится такой эффект сахара. Монофаз. Это гель моделирующий. Джеймсеклер. Это гель декоративный. Он без липкости, объемный. Так, сделали. И сейчас будем пробовать то, чего я до этого не пробовала. Возможно, получится фигня. Но мне хочется сделать такие теплые, пушистые ногти в клеточку. Для этого я сделала шершавую, пушистую поверхность при помощи бархатного песка. Берем пластину новую, которая у нас скоро поступит в продажу. Новогодняя. Ее еще в продаже нет. Это я только вам показываю. Еще ни у дистрибьюторов, ни на Эммишоп еще пока нет. По-моему, в продажу будет поступать в конце недели, если я не ошибаюсь. Но вы знаете, что новогодние пластины мы не держим в ассортименте. Они у нас лимитками выходят. Так, сейчас смотрим, что получится. Так, берем им пасту. Black Tar, например. Это краска без липкости. Это красочка без липкости. Так, сейчас дайте я эту штуку испачкала. Надо теперь ее вытереть. Слушайте, бесит бархатный песок тем, что теперь у меня все в бархатном песке. Штампик, сразу говорю, он у меня такой уставший, потому что я в основном им работаю гелем. Для геля лучше брать какие-то старые штампики, которые уже не жалко. Новые никогда не берите, потому что после нескольких раз работы с гелем диспрессионная пленка она все равно поганит. поверхность силикона у штампика. Да, можно полимеризовать в лампе, да, не протирать штампик, а полимеризовать, а потом отпечатывать. Но все равно вот поверхность со временем портится очень сильно. Вот поэтому рекомендую брать тот, который не жалко. Поэтому он у меня такой уставший. ой, прикольно, я же сказала, будет классно. Девочки, я только что сделала новый дизайн, прям вместе с вами. Нет, смотрите, пластины новогодние, мы их не держим в ассортименте, поэтому мы их каждый год просто делаем лимитку и все, и распродаем. Прикольно? Девочки. Юля, ты видела, как я сделала клетку? Смотрю. Скажи, прикольно. Вообще. Зашла прям, смотри, ну что за пиздец такие? Блин, мне прям нравится. Классно, да? Слушайте, а давайте сейчас тогда сделаем. А дайте мне, знаете, какую синюю эмпасту, синюю эмпасту я сделаю сейчас белой. Так, вот сейчас будет прикольно. Да, голубая лазурь. Сейчас я еще один вариант хочу сделать с этой пластины. Тоже сейчас посмотрим, как будет прям такой пушистый светый ручек. Белый гель-лак. Для этого берем. Блин, кстати, просто и легко делать клетку. Ты видела как? Единственное, девочки, вы поняли, предупреждать клиента, что ну, ручки с мылом хорошо протирать, особенно после тонального крема. Вот это, возможно, конечно, сильно не натрешь. Вот, но если брать тоник для лица, а он же не спиртовой, тоник для лица, тоником для лица, я так думаю, что эмпаста нормально будет держаться и поверхность будет чистенькая. Мне очень нравится. Как получилось случайненько. Так, то же самое сейчас мы возьмем, белый смешаем. начнем смешать. Так, снова беру скульптурный гель. Кстати, обратили внимание, что финиш не участвует, закрепляющего покрытия нету, потому что он тут не нужен. смешали с монофазом. Это скульптурный гель для моделирования. Так, так же промазываем весь ноготь. У нас, конечно, эмпаста, это все-таки эмпаста, она не предназначена. О, все, мне все в песке. Ладно, наплевать. Все равно сейчас будем засыпать. Так, что я говорила? Так, засыпаем. А, эмпаста, она не предназначена для стемпинга, но мы все равно стемпинг ею делаем. У него все равно такой эффект прозрачности идет. Вы должны понимать, что все равно плотный эффект дает лаковая окраска для стемпинга. Суши. Поэтому я сейчас буду брать голубую лазорь, это окраска без липкости, синяя эмпаста. Понятно, что она даст такую прозрачность, но я думаю, что будет красивый свитер. Здесь как раз есть такой свитерочек. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться хорошечно. так, я же себе прям такие ногти захотела. Надо ногти себе такие сделать пушистенькие. Может быть, когда я на лыжи поеду, я в январе сделаю себе такой маникюр. Будет уютный, пушистый маникюр. на гель-лаке песок дает плохой эффект. Он как бы, знаете, недолгосрочный. Там буквально через несколько дней этот эффект будет некрасивый. Он практически сотрется. И вот такой вот прям пушистости, который дает гель-лак смешанный с чем-то, его не будет. Раньше мы всегда учились с бархатным песком работать на краску гелевую. Мы засыпали. Но так, как сейчас в ассортименте краски гелевой практически не осталось, то я его постоянно делаю на гель-лак. Но гель-лак для этого нужно с чем-то смешать. Понятно? С чем-то смешать. Если не смешивать, можно, но это, знаете, как, это неносибельный вариант будет. Так, где ему паста? Сейчас посмотрим, что с этим рисунком будет. Делаю вместе с вами первый... О, забыла штампик. Смотрите, что я обычно делаю. Я просто вот эти остатки геля кладу в лампу, полимеризую. Сейчас мы сполимеризуем. Это, кстати, пластина. я буду еще ею работать, я так думаю. Это новогодняя пластина. Но это каминг-сун, скоро будет. Топ. Я вам говорила в самом начале, что да, иногда могу либо базу, либо топ засыпать. Можно так. Ну, знаете, такой цветности не хватает. Скотча нет, Саша, для стемпинга. Сейчас я скотчем уберу. Поэтому топ тоже можно. Я это уже говорила, но мне не очень эффект нравится. Но мне не очень эффект нравится. Так, сейчас я вам еще раз поближе. Ну, видите, сегодня сложных вариантов нет. Такая тема, это мне маркетологи поставили тему. Тема сегодня простая, но тем не менее возможно кому-то эта информация будет нужна, пригодится. Так, все, почистили штампик, коскотчик. Напоминаю, как мы работаем с импастой, в отличие от лака. Здесь просто вы перпендикулярно прижимаете, снимаете и также перпендикулярно прижимаем. Тоже прикольно! Сейчас мы даже вот здесь край чуть-чуть попачкаем, чтобы он беленьким не был. Сейчас быстро в лампу. Прям натуральный свитер получается. Прям вот такой эффект пушистости. Как прикольно! Здравствуйте! У меня не печатает на ногтях. Ну, во-первых, сейчас я работаю эмпастой. Это краска гелевая. Она в любом случае отпечатывается, но ей надо уметь работать. Можно работать медленно, никуда не торопиться, а это, конечно, удобно. Я все равно люблю стемпинг лаками делать, но если вы слегка флегматичны, недлительны, возможно, технология стемпинга не для вас, потому что в стемпинге все должно быть очень быстро. Смотрите, как классно получилось. Юля, посмотри, какой у меня свитер получился. Прямо как будто взяли ткань свитером. Да, смотри, как классно. Сегодня она с вами родилась, благодаря вам, вашей энергией, чувствовала через экран, видите, меня осенило на новую технику, как делать стемпинг по поверхности, сделанный при помощи бархатного песка. покажу еще раз коробочку. Бархатный песок, он продается и у дистрибьюторов. Возможно, не у всех, кстати, дистрибьюторов, потому что это такой не сильно ходовой элемент. Где моя коробка бархатного песка? Ты где? Вот, но на Эми Шоп он точно есть, бархатный песок, имейте в виду. Называется Вельбет Сент. Саша, может, не вижу, где у меня на столе сейчас стоит бархатный песок, мне повылазило? А, вот он, господи. Нет, ничего не наносим, никакого топа. Хотя, в принципе, я думаю, что если я нанесу топ, эффект все равно сохранится и тоже, наверное, будет прикольно. но я, чтобы сейчас не рисковать, не портить дизайн, потому что по факту здесь, смотрите, у бархатного песка липкости нет, м-паста краска тоже без липкости. Я ее просто отпечатала, просушила две минуты и липкость не нужна. Вот, но я думаю, что если мы сверху еще топом перекроем, будет, может быть, толстовато слишком, но, наверное, эффект все равно вот этой бархатистости сохранится. Ногти будут гладкие, ну, такая вот рисунок будет интересный. Вот, но я бы не перекрывала ничем. Да, здесь топ не нужен. Вот, после того, как вы остатки м-пасты просушили в лампе, да, вот я просушила, потом беру вот так скотчик и вот здесь вот остатки геля, видите, снимаем. Вот в этом случае штампик будет от геля не так быстро портиться. Вот, но вообще от гелевых структур, штампики, они очень быстро приходят в негодность, поэтому обычно лучше использовать, который, знаете, уже вышел из строя и вам не жалко. На этом все. Финалимся. Я себе расписала эфиры на ближайшие три недели. На этой неделе у нас с вами еще будет эфир. Я буду распаковку делать новогодней коллекции, она у нас в этот раз рано очень поступает в продажу, но я только думаю, что нормально все равно мы заранее думаем о новом годе. Вот как раз пластина новогодняя выходит. Декорации пока еще нет, декорации я не знаю, наверное, в начале ноября, но вот уже коллекция новогодняя, уже мы ее анонсируем, я буду делать распаковочку. Спасибо вам огромное за внимание, всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!